МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробирка Паула. 15 лет назад госсекретарь США произнес речь в ООН, после которой началась Иракская война. Почему многие журналисты считают это самым большим провалом мировых СМИ? Тушите свет. За что власти Кении взяли и отключили три крупнейших телеканала страны? Россия против МОК или МОК против России? Накануне открытия зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане тема отношений российских спортсменов и власти с чиновниками из Международного Олимпийского комитета доминирует в информационных выпусках. Российская сборная на Олимпиаду не едет. Российские власти назвали такое решение аморальным и постыдным. Медиа согласились и не скупятся на эпитеты. Холодные игры. Слава или позор? МОК пожалеет еще. С приближением Олимпиады громких слов в российских медиа все больше. Тот редкий случай, когда и федеральные, и независимые СМИ разделяют общий настрой. Разочарование в перемешку с раздражением. Список тех, кому отказано в участии в Олимпиаде, пополнился еще несколькими фамилиями. Только что МОК одним махом урезал предварительный список россиян в Корее на 111 человек. Атлеты, которые тренировались годы, чтобы воплотить мечту, обескуражены. А зарубежные спортивные аналитики уже делят потенциальные медали между своими сборными. Мы уже знаем, российской сборной не будет в Южной Корее как таковой. Не пустят туда чиновников, не будет кимна, не будет национальной формы, не будет торжественного объявления и прохода на церемонии открытия. В МОК посчитали, раз допингом Россия занималась на государственном уровне, то ей, как государству, на Олимпиаде делать нечего. То есть допускают до игр не сборную, а отдельных спортсменов в нейтральной форме. Российские медиа называют это решение несправедливым и оскорбительным. Такое впечатление, что они едут туда, как в концлагерь. Сосредоточиться на борьбе и не думать о негативе, пожелал Владимир Путин спортсменам. Где-то за неделю до начала игр в российских медиа промелькнула надежда. Может, все еще поправимо? Часть отстраненных атлетов оспорили решение МОК и вернули себе медали, завоеванные в Сочи. Начинаем с новостей из Швейцарии, которые уже давно ждали миллионы болельщиков. Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов. Терпим, ждем победы здравого смысла. Надежда теплилась недолго. Вопреки решению арбитража на приближающуюся Олимпиаду спортсменов не допустили. Ну и теперь печальная новость от Международного Олимпийского комитета. Собственно, других от него в последнее время не бывает. Оправдать оправдали, но на Олимпиаду все равно не пускают. Надежда на то, что наши титулованные спортсмены все же поедут на Олимпиаду, жила всего несколько дней. Прямо как воспоминания недавней советской эпохи. Примерно так, что отсутствие у вас судимости, это не означает, что вы невиновны, а означает, что мы недорабатываем. За два дня до начала Олимпиады отстраненные спортсмены подали апелляцию на решение МОК. Только одна новость может конкурировать с Россией за внимание неспортивных СМИ на Олимпиаде – сближение двух Корей. В течение всего 2017-го КНДР угрожало миру ядерными ударами. И вот теперь присылает своих спортсменов Пхенчхан, еще и в составе единой сборной с южанами. Жест вроде бы дружественный, но на юге довольно не все. Скептики говорят, спортивное соревнование превращается в пиар-кампанию диктаторского режима. 1 января 2018-го, за какой-то месяц до начала игр, Пхеньян неожиданно заявил, что северная сборная все-таки поедет на юг и выступать будет вместе с идеологическими противниками. Высокопоставленная делегация из Корейской Народно-демократической Республики посетит Южную Корею для открытия 23-х зимних Олимпийских игр. На юге полуострова ухватились за возможность наладить отношения. Спортсмены из обеих Корей уже принимали участие в Олимпиаде вместе, но общая сборная была только раз – в 91-м – на чемпионате по настольному теннису. Тогда это вызвало столько энтузиазма у южан, что в этот раз политики принялись неистово спорить за симпатией избирателей. Это мы. Мы подготовили почву для такой возможности. Фактически накрыли нынешним властям стол. А они? Они схватили палочки и побежали есть. Спорт получился бессмысленный. Стоило президенту Южной Кореи принять предложение Севера, как его рейтинги покатились вниз, а Олимпиаду в социальных сетях его противники окрестили Пхеньянской. Это и ирония, и игра слов. Первый иероглиф слоя Пхеньян точно такой же, как и в городе-хозяине игр Пхеньчхани, и в слове «мир». Нам непонятен этот устаревший ярлык «пхеньянские игры» в адрес игр Пхеньчхани, которые станут настоящей Олимпиадой мира. Сеул будто бы и не замечает. Объединение двух Корей, хоть это и официальная идеология, но с каждым годом все меньше людей воспринимают ее серьезно, особенно среди молодежи. Северяне для южан все больше не временно отделенные сограждане, а странные, хоть и любопытные соседи. Я работаю в гостинице, где поселили спортсменов Севера, в том же здании. Нервничаю, волнуюсь. Я еще никогда не видел северных корейцев. Я впервые буду тренироваться на территории Северной Кореи. Нервничаю, даже, наверное, немного боюсь, но все будет хорошо, я думаю. Я только что видел спортсменов из Северной Кореи. Они все шли группами. Даже не знаю, получится ли с ними поговорить. Из своего прибытия делегаты КНДР устроили шоу. Автобусами и самолетами на юг потянулись спортсмены и их помощники, тренеры, журналисты, чиновники и музыканты. В центре внимания группа поддержки. Две сотни счастливых и улыбчивых девушек в красном. Олимпийцев северной делегацией во много раз меньше, чем свиты. Всего 22 спортсмена. Никому из них медали не прогнозируют, но это особо и не важно. В пропагандистской войне КНДР Олимпиаду уже выиграла. Далее в программе. Тушите свет. За что власти Кении взяли и отключили три крупнейших телеканала страны? Пьянству бой. Как власти Литвы решили бороться с рекламой алкоголя в прессе и что из этого получилось? Политическое заявление, которое определило череду трагических событий на многие годы вперед. Образ, который настолько сильно врезался в людское сознание, что стал стереотипом, символом рокового обмана. Хотя, если разобраться, таковым на самом деле не был. Это о пробирке с порошком от американского госсекретаря Колина Пауэлла. 15 лет назад, 5 февраля 2003-го, он показал ее совбезу ООН со словами «И чайной ложки сибирской язвы в конверте хватило бы, чтобы парализовать работу Сената». И добавил «В распоряжении Саддама Хусейна могут быть десятки и десятки тысяч таких чайных ложек». Мир испугался. Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Оружие массового уничтожения там так и не нашли. Власти США назвали заявление Пауэлла ошибкой, а журналисты признали. Это был самый большой провал американских СМИ за последние десятилетия. Прошло всего полтора года с 11 сентября 2001-го, и вот американцам сообщают о новой опасности. Никто либо, а госсекретарь США Колин Пауэлл, которому доверяет вся страна, заявляет на совбезе ООН. Мы знаем, что Саддам Хусейн хочет сохранить оружие массового поражения и что он собирается его производить. Соединенные Штаты не могут подвергать такой опасности американский народ. Только не в мире, пережившем 11 сентября. Ко-секретарю поверили. Американцы не первый год слышали и читали в СМИ истории противников Саддама Хусейна о химическом и биологическом оружии, о ядерных разработках. Журналисты регулярно писали, что Белый дом призывает к войне против Саддама Хусейна. И в марте 2003-го ее поддерживали уже две трети американцев. 48 часов, чтобы Саддам Хусейн уехал из Ирака и сложил оружие. Или США начнут вторжение. Дорогие сограждане, в эти минуты силы Америки и коалиции начинают военную операцию, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от большой опасности. Так выглядели и звучали в Багдаде первые минуты войны. Вместе с войсками в Ирак отправляются из СМИ. Более семи сотен журналистов и операторов получили от армии разрешение на работу. Они нашли подозрительные объекты. По предварительным данным, там может быть какой-то химический агент. Если это действительно ферма, зачем столько сложного оборудования? Рассказы военных и истории информаторов об оружии на первых полосах и в начале выпусков новостей. Но спустя пару месяцев доказательства все еще не найдены, и журналисты начинают сомневаться в необходимости вторжения и своей работе. Был ли президент Буш прав, начиная войну? Правильно ли медиа освещали развитие событий? Позже окажется, что откровенных фейков в тогдашней американской прессе было немного. Журналисты искали доказательства и проверяли источники, где могли. Но из множества отдельных и относительно качественных материалов складывалась не совсем объективная картина. Террористическая угроза, то ли исходящая от Ирака, то ли нет, занимала в СМИ слишком много места. Медиа провалили войну в Ираке. В некоторых случаях наша работа была недостаточно тщательной. Глядываясь назад, нам надо было бы внимательнее перепроверять заявления по мере того, как появлялись новые доказательства. Или не появлялись. Критика заслужена. Американские СМИ, за редким исключением, помогали администрации Буша заручиться поддержкой вторжения в страну, не имеющую никакого отношения к 11 сентября. О том, что стране, возможно, грозит многолетняя война, писали слишком мало. Главной причиной, по которой мы вторглись в Рак, было то, что мы думали, там есть оружие массового поражения. Оказалось, что не было, но была возможность создать. Саддама Хусейна свергли и казнили, а война продолжилась. Американские войска оставались в Ираке до 2011 года. За это время погибли более 100 тысяч иракцев. США потеряли 4,5 тысячи военнослужащих. Соединенные Штаты не могут подвергать такой опасности американский народ. Чужой пример заразителен. Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не отставать от своего российского коллеги и вновь собирается баллотироваться в президенты. Для Алиева, как и для Путина, это будет уже в четвертый раз. Только в отличие от России, в Азербайджане президентский срок теперь на год больше – 7 лет. Как такую ожидаемую новость встретили азербайджанские провластные и оппозиционные СМИ. Выборы пройдут в этом году, 11 апреля. Что стоит за поспешным решением президента? Высокое доверие граждан Азербайджана к президенту Ильхаму Алиеву неопровержимо. Проведенный Ильхамом Алиевым реформы – залог того, что его люди поддержат его. У Ильхама Алиева высокий шанс одержать победу на предстоящих выборах и снова стать президентом Азербайджана. По мнению оппозиции, правительство, боясь недовольства стране, перенесло дату выборов на раньше. Другим кандидатам теперь будет сложно провести предвыборную кампанию. Нехватка времени будет чувствоваться, но не президентом. Его и так знают. Решение о внеочередных выборах основывалось на положениях Конституции Азербайджана. Распоряжение о проведении внеочередных выборов полностью соответствует требованиям Конституции и законодательства страны. Оппозиция в Азербайджане заявила, что не примет участия в президентских выборах. Шум и нищета местных радикалов. Оппозиция родила бойкот. Гонение на неугодные СМИ – печальная реальность всех авторитарных режимов. Где сильнее, где слабее, но суть от этого не меняется. И в этом смысле Азербайджан не уникален. Когда запугивания, угрозы и подкуп не работают, вход идет незамысловатый, можно сказать, даже примитивный, но от этого не менее действенный метод – рубильник. В Кении власти просто-напросто отключили три крупнейших канала страны. Те собирались транслировать символическую инаугурацию оппозиционного кандидата в президенты. Смотрим, как это было. Президент Кении пошел на новый срок, а оппозиция с этим не смирилась. Спустя 4 месяца после инаугурации ухуру кениаты его соперник Раила Адинга тоже собрался вступить в должность. Только не обычного президента, а народного. Церемонию подготовили масштабную. На улицы столицы вышли десятки тысяч людей. Еще миллионы должны были увидеть происходящее по телевизору. Власти обвинили оппозицию в попытке переворота и предупредили телеканалы. За попытку трансляции их отключат от эфира. Национальное движение сопротивления – не политическая партия. Это группировка, сеющая беспорядки и анархию, пытающаяся настроить народ против демократически избранного правительства. Мы будем действовать решительно и в соответствии с законом. Медиа организации будут отключены от эфиров до завершения следственных действий. Мы потратили много времени на предубеждение. Пришло время действовать. Угрозы не подействовали. Ни один из популярных каналов от трансляции не отказался. Но власти приняли меры. И телезрители увидели лишь начало акции. Дальше – черные экраны. Саму клятву народного президента показали разве что в интернете. Я, Раила Амола Адинга, принимая свое высокое призвание, принимаю должность народного президента Республики Кения. Под удар попали НТВ, Китти Энн и Ситазен ТВ. Не просто оппозиционные СМИ, а самые популярные телеканалы Кении. Из 40 станций именно на эти три приходится две трети аудитории. Следующие по рейтингам и с большим отставанием – государственный Кей-Би-Си и телеканал Кей-24, связанный с семьей президента. Они так называемую инаугурацию народного президента показывать не собирались и из эфира их не изгнали. Очень неприятная ситуация, очень нехарактерная для нашей страны. Такого вмешательства в работу СМИ Кения действительно еще не видела. Ближайший пример – 10 лет назад власти запретили прямые трансляции с уличных беспорядков, чтобы не разжигать конфликт. Но рассказывать о столкновениях в новостях было можно, и тем более никто не отключал каналы. Это нарушение Конституции никто не имеет права лишать кенийцев информации. Хорошо, что есть социальные сети. Почему на инаугурацию Адинги закрывают каналы? А как эти люди крадут наши голоса, так их показывают по всему миру? Оппозиция негодует. Верховный суд Кении выступил против вмешательства властей в работу СМИ. С критикой выступили США и ООН. Но и через неделю после инаугурации запрет оставался в силе. Каналы были доступны только на Ютубе и в социальных сетях. Теоретически доступ к интернету есть у 80% кенийцев. Только вот речь в основном о мобильном интернете. Слишком дорогом и медленном для просмотра видео. Отключать телеканалы в Литве пока не собираются. Но там по-своему борются с нежелательным контентом. Месяц назад заработал принятый сеймом закон о запрете рекламы алкоголя в СМИ. Решение вроде бы правильное, учитывая всю серьезность проблемы алкоголизма в этой стране. Но вот с исполнением закона возникли неожиданные проблемы. Хотели как лучше, получилось как всегда. И это не только про Россию. Литовцы пьют больше всех в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, по 18 литров чистого алкоголя на каждого жителя страны старше 15 лет. Среди мужчин каждый одиннадцатый страдает от алкоголизма. Нужно принимать меры. Годами призывают литовские СМИ. Статистика ВОЗ показывает, что литовцы по потреблению алкоголя обогнали Россию. В Литве почти половина мужчин и 16% женщин употребляют алкоголь, чтобы заглушить проблемы. Эти люди пьют с самого утра. Власти с журналистами соглашаются и регулярно придумывают новые способы борьбы с алкоголизмом. Поднимают акцизы, ограничивают время продажи и возраст покупателей спиртного. Производители отстраняют от спонсорства массовых мероприятий. Последний шаг Сейма – полный запрет на рекламу алкоголя на улицах, в торговых залах и в СМИ. Новый закон действует уже месяц, но реклама спиртного продолжает появляться на страницах иностранных СМИ. Рынок Литвы слишком мал, чтобы для него печатали специальный безалкогольный тираж. Поэтому запрещенную рекламу либо вырывают, либо прячут под наклейками. Информация скрыта в соответствии с законом о контроле над алкоголем. Все это делается вручную, силами и средствами компании-распространителей. Мы создали проблемы и себе, и издателям. Ведь заклеивать приходится рекламу, за которую кто-то уже заплатил. Надеюсь, что со временем закон будет работать, как в других европейских странах. Там, где иностранных журналов и газет делают исключение. Распространители опасаются, что зарубежные издатели откажутся поставлять продукцию в Литву. И говорят, страна может остаться без иностранной прессы. Об опасности для свободы слова говорят и местные СМИ. С начала года они потеряли одного из самых выгодных рекламодателей. В среднем речь о 3% рекламной прибыли. А в случае группы Делфи это 6% или более полумиллиона евро в год. Для журналистов это множество невыплаченных гонораров. Для их аудитории важных, но так и не написанных статей. А теперь о прошлом и будущем. В российских социальных сетях на этой неделе активно обсуждалось и первое, и второе. Диапазон широкий. От фотографии Парада Победы на Красной площади в 45-м до отправки к Марсу кабриолета Тесла от Илона Маска. Обзор Рунета за неделю представляет Анна Шаманская. Алексей Навальный объявил о начале акции против идиотизма. Он призывает пользователей соцсетей делиться фотографией с Парада Победы 1945 года. Все дело в том, что у одного из волонтеров компании Навального, жителя Архангельска Михаила Листова, оштрафовали за пост ВКонтакте, которому он прикрепил эту фотографию, сделанную в Москве 45-го. В итоге суд признал мужчину виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Некоторые пользователи присоединились к акции Навального. Среди них, например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В Твиттере этим временем удивляются. Мол, странно, что они еще за показ 17 мгновений весны никого не посадили. И шутят, что так теперь будут выглядеть учебники истории. Никаких признаков экстремизма. Но все же ничто не обсуждали так активно, как запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, самой мощной и грузоподъемной в мире. В запущенной ракете был автомобиль Тесла и манекен, который слушает Дэвида Боуи. Из космической трансляции тут же сделали десятки фотожап. Продолжение следует... Рунет запуском восхищался и одновременно подшучивал над Роскосмосом. Расскажите там кто-нибудь Рогозину, что Илон Маск запустил машину в космос и при этом не утопил ни одной таксы. Может, у нас ракеты падают не потому, что мало так стопим, а потому, что слишком много Рогозины воруют? Некоторые пользователи предлагают не отчаиваться. Мол, присвоить Илону Маску звание почетного гражданина России и радоваться успехам российской космонавтики. Вот вице-премьер России Игорь Шувалов не унывает. Выступая перед финалистами конкурса «Лидеры России», он пожелал, чтобы среди участников появились свои Илоны Маски. Ведь, цитата, «русский народ более талантливый, чем американский». В Твиттере соглашаются. Есть среди пользователей соцсетей и те, кто в запуск ракеты просто-напросто не верят. Мол, Голливуд достиг невероятных успехов. Но почему на МКС американских астронавтов отправляет Россия? Ну, в основном, выводы у пользователей соцсетей неоптимистичны. Два мира, два шапира. У нас запуск протона с военным спутником связи «Благовест» перенесен на апрель. У них Маск послал к Марсу свою тачку. Мораль? Человек – это звучит гордо. А государство воняет, когда звучит. Смотри ВОБА. Программа о новостях и тех, кто их делает. О фейках, о сенсациях, о невольных ошибках и сознательных манипуляциях. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Там полный архив всех передач, а также все основные сюжеты и интервью проекта. Будьте внимательны и смотрите ВОБА на канале «Настоящее время». Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»